Всем привет, мои хорошие! С вами Кеймери, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Ребят, я не голая, у меня здесь такая вот кофточка, так что не переживайте по этому поводу. Со стороны может оказаться, но не все так, как выглядит со стороны. Так, у нас сегодня два напитка, потому что обычно один мне бывает маловато. Вы знаете, что я пью просто как верблюд. У нас здесь макчикен и биг мак. Биг мак, если честно, я не люблю, но просто его никогда не было на моем канале, и я решила сделать какое-то разнообразие и заказать именно его. Тем более, это был сет. Это сет на два человека, поэтому так много картошки фри. Не знаю, смогу ли я все это съесть. Скорее всего, да. Вот. Доставили мне быстро. Фанта как будто уже без газа. Это печальненько на самом деле. Уже абсолютно без газа она. Наверное, долго везли. Не очень, на самом деле. Первое разочарование, так скажем. Как ваши дела, мои пупсики? Я сегодня снимаю с новым ринглайтом, который я купила в прошлом влоге, вы видели. Я выбрала белое освещение. Не знаю, вам понравится или нет. Но надеюсь, что в дальнейшем я разберусь в этих настройках. Сейчас у меня не максимальное освещение. А я поставила на средний режим. Мы с вами, конечно же, начнем с мак-чикеном. Я, честно, была удивлена, потому что на упаковке мак-чикена, вы во влоге увидите, там написано, что дабл мак-чикен двойной. На самом деле нет, здесь один. Я вроде заказывала тоже. Обычную. Давайте колу тоже попробуем. Просто фанта мне вообще не зашла. Она без газа. Пробанем. Здесь дела обстоят еще хуже. Поэтому я очень редко заказываю напитки в Макдональдсе. Мало того, что они, видимо, эту кока-колу и фанту разбавляют, так еще и по дороге она превращается просто в подсоленую воду. Газа уже нет. Как же это вкусно. Я обожаю мак-чикен. Я люблю нравится. Просто решила все не повторять. Поэтому заказала картошку. Мама была сегодня в шоке. У нас во дворе к маме подошла девочка и сказала бы мама Айки Эмили. Мама сказала да. Она говорит, можно с вами сфотографироваться. Маме стало так неудобно. В общем, оказывается, среди моих соседей тоже очень много есть. Моих зрителей. Я даже, если честно, не знала. Я знала всего пару соседов. А оказывается, много. Это, с одной стороны, очень приятно. И, с другой стороны, можно снять мукпанг с подписчицей прямо из моего дома. Было бы очень интересно. Мы вроде с одной девочкой договорились. Она мне написала в инстаграм. Но я что-то найти ее сообщение не могу. Меня очень много пишут, поэтому не смогла найти. Ммм, такой соус. Такой соус. А еще папа мне отправил, оказывается, огромную посылку. Папа смотрел видео, где я распаковываю подарок от подписчицы. Точнее, большую такую коробку. И он еще тогда мне сказал, говорит, ты настолько счастливая. Была в этот момент. Видно, что тебе не хватает внимания. Каких-то элементарных подарков. Каких-то мелочей. И вот у нас родственник должен приехать. У нас напрямую рейсы с России пока что закрыты, но через Турцию можно. Очень тупо, на самом деле. С Россией границы закрыты, а с Турцией открыты. То есть через Турцию люди летают. Так просто намного дороже получается. И папа. Оказывается, приготовила для меня какой-то сюрприз. Я даже хочу снять отдельное видео, где я распаковываю его подарок. Я не знаю, что это. Сначала я думала, что это будет собачка, но раз он сказал, что тебе надо будет это распаковать, я это так запаковал. Поэтому я все-таки, наверное, думаю, что это может быть что-то из одежды, может быть другой какой-то подарок, может быть много чего будет в этом подарке. В любом случае, чтобы это не было, я буду снимать для вас видео. очень тонкая картошка. Тем более, вот это видео с распаковкой от подписчица. Набрало много просмотров. Я думаю, что от папы будет вдвойне интереснее. Я говорю, папе, хотя бы скажи. Я буду думать, снимать, не снимать видео. Он говорит, снимай. Вот такие вот идеи у меня. Я говорю, кола никакая. И такая пью, 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 пью. И давайте немножко поотвечаю на вопросы. Тут девушка пишет. Да, Айка, очень хочется узнать о твоих любимых мукбанкерах, блогерах вообще в общем или, например, тиктокерах. Что тебя цепляет в блогере? Мне вот очень нравится открытость в людях. Без понтов, без всего этого. Мне не нравится, когда блогер пытается показать свою жизнь супер, он такой богатый. Если это действительно так, то окей. Но есть блогеры, которые специально делают видимость того, что они супер богаты именно для того, чтобы привлечь лакшери-рекламодателей. Например, таких как Диор, Шанель. Они специально показывают свою жизнь супер богатые. Идут, покупают, например, очень дорогие сумки. Хотя это совершенно им не по карману. Они это делают для того, чтобы к ним обращались какие-то люксовые бренды. и платили им огромные суммы денег за рекламу, чтобы создать образ такой, да, лакшери-образ. Я люблю YouTube за то, что здесь люди настоящие, здесь нет наигранности. А когда я вижу такое, меня, если честно, немножко это отталкивает. я не говорю, что я топлю за бюджет, давайте все бюджетное покупать. Просто порой видно, что человек специально пытается подстроиться под вот этот идеал жизни, который он видит. и это меня отталкивает. Недавно я начала смотреть девочку. Маша ее зовут. Она снимает влоги. Я не помню, как ее канал назывался. Мэри Элвэй или что такое. В общем, она очень похожа на Настю Трапицель внешне. И снимает какие-то простые влоги, рассказывает о жизни, о реальной. Видно, что специально не подстроено ничего. Просто взяла камеру и снимает свой день. Начало влога иногда у нее бывает даже 3 минуты она там в постели просто лежит. Она говорит, никак не могу встать. Снимает, снимает. то есть первый мой самый главный критерий это открытость. Я смотрю блогера. Ей 47-то лет. Она настолько простая. Вот у них дома ужасный ремонт. Но она не стесняется показать это своим зрителям. поэтому набирает свою аудиторию. Дальше у нас Биг Мак. Тоже вкусно. Но не сравнится с Мак Чикином, конечно. Что касается тиктокеров. Мне очень нравится Валя Карнавал. Она очень милая. Вот эта милость мне кажется цепляет всех. Кто еще мне нравится? Например, XO Team. Я вообще там никого не знаю. Я просто знаю, что есть такой хаос. Из всех вот этих тикток домов меня больше всего цепляет хайп хаос. Но ни в одном тикток хаосе я бы не хотела участвовать. Интересно, это лук или капуста? Капустка. Почему я могу объяснить? Когда ты находишься в таком тикток хаосе, конечно, тебе легко быстро набрать аудиторию. Но, на мой взгляд, это что-то вроде дома 2. То есть, ты оттуда уйдешь, про тебя могут забыть. И всегда про тебя буду говорить девочка из хайп хаоса. подруга той-то. На мой взгляд, гораздо прикольнее, если про тебя говорят как отдельную личность. Заляпалась я уже вся. Конечно, нравится Дина Саева. И вообще, я думаю, умничка из такой семьи. добилась столько всего. Сложно, когда дома тебе не дают поддержку. Но я почему-то думала, что Дина старше меня. Намного причем. Я думала, Дине минимум, минимум 25. может, даже 28 где-то. Не потому, что она плохо выглядит. Просто я ее вижу на просторах вообще интернета очень давно. Я помню, она еще снимала видео там про твоя вера, у тебя вера ислам, а у меня там что-то Коран. Вот такие тематики она снимала видосы. Я помню, это было очень давно. И поэтому, рассуждая логически, я думала, что ей минимум 25. А оказывается, просто она начала снимать видео очень рано. я брата посадила на тикток. тикток. Мне кажется, на каждого блогера есть свой зритель. У меня, например, вкусы другим. Кому-то нравится идеальная картинка. Например, Маша Ва снимает мой вечер или мое утро. Это просто идеально. Но я не люблю так идеально. Потому что я знаю, что на самом деле настолько идеально не бывает. то есть я в блогерах люблю ненаигранность. Это просто я, видимо, вылью. Ужас. Не заказывайте. Обосрали. Макдональдс. Наверное, это не косяк макдональдса, а косяк доставки. Но все же уменьшается. У меня на самом деле нету цели прям стать супер популярной. Потому что мне кажется, если ты будешь очень популярной, у тебя будет дохрена подписчиков, ты не сможешь спокойно жить. Даже элементарно я. У меня всего-то ничего, копеечка, очень мало подписчиков по сравнению с кем-то. Я выхожу на улицу, меня узнают. За мной идут дети, например, 8-10 лет. Они кричат Айка Эмили, привет. А иногда ты в таком виде, ты заплаканная. И не всегда это хочется, понимаете? Я просто представляю, как бузо выходит из дома. И каждый второй узнает. когда я начинала ютуб, у меня было такое желание стать супер популярной, но на тот момент у меня не было стабильной работы. Хорошей работы. с хорошей зарплатой. А сейчас есть работа. И как бы я не совсем хочу уходить в блогинг. Говорит, Айка в то же время снимает в тиктоке и набирает каждый день по 4000 новых подписчиков в тиктоке. вкусно тихо. Но макчикен был лучше. Ребята, у меня уже на камере уже нет места. Сейчас она сама по себе выключится. Поэтому мне надо поскорее с вами попрощаться. Я вас очень сильно люблю. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех целую. С вами Блайка Эмили. Пока.